Мне очень приятно помогать детям. У нас в Кольже приходил мастер-класс по социальному проектированию, и я выдвинул свою идею, и мне сказали, что эта идея может выстрелить. Я решил попробовать выданную свою идею помочь таким образом детям. Моя идея заключается в помощи детям с ограниченными возможностями, таким организациям, в которых мы сейчас находимся, и также родителям. Это интернет-ресурс, на котором будут выдвигаться работы детей с ограниченными возможностями, и люди будут пожертвовать на это свои деньги, тем самым они будут помогать организациям, которые этим занимаются, и родителям. Для меня это входит, наверное, в тройку самых важных дел в моей жизни, которыми я бы хотел заниматься. Человек не может обойтись без помощи, и если я могу дать эту помощь, почему бы мне не помочь людям? Проект «Среда развития» поможет мне развиться так, и он. Мой проект продвинется в интернете, у него станет какая-то ценность медийная, и моя индивидуальность проекта сможет выстрелить. Заходите на сайт, распространяйте, репостите, развивайте такую площадку и такой хороший проект, как «Среда развития». Люди, когда участвуют в этих проектах, они сами становятся чище, они сами будут понимать, что я же тоже могу, и моя жизнь тоже может принести кому-то пользу, это очень важно. Поддержите проект «Среда развития», нажмите кнопку, это ничего не стоит, но вы поддержите массу людей, которые нуждаются в вас. Я являюсь волонтером. Так уж получилось, что по воле судьбы мой брат тоже является инвалидом, и он находится прямо здесь, на этом мероприятии. И я считаю, что он заслужит право на счастье, заслужит право на то, чтобы быть частью этого общества. Поэтому я считаю, что такие проекты помогут ему включиться в общество, и многим другим не менее прекрасным ребятам. Я думаю, что нужно обращаться, конечно, к такому проекту, как «Среда развития», потому что он помогает и делиться такими успешными инклюзивными практиками со всей России, потому что много очень хороших, трудолюбивых людей, у которых полно энергии, очень хотят что-то сделать, но они просто не знают как. И как раз такие проекты, как «Среда развития» поможет им найти правильное решение и механизмы реализации их идей. Проект «Среда развития» – это возможность развить вашу общественную, предпринимательскую и творческую инициативу, увидеть замыслы других людей, участвовать в хороших делах, стать частью сообщества инициаторов изменений. Разместите вашу идею, инициативу или проект на сайте, голосуйте за инициативы других пользователей, комментируйте, набирайте рейтинг, становитесь экспертом, получайте статусы, возможности участия в обучающих мероприятиях и клубных встречах. Инициативы, набирающие высокий рейтинг, получают поддержку специалистов по проектированию, инвестированию, фандрайзингу для доработки и оформления проектов, привлечения ресурсов на реализацию. Вы найдете здесь поддержку будущих партнеров, команду, связи для развития своего проекта или инициативы. Важно, чтобы ваши инициативы были направлены на создание общественного блага, развитие собственного потенциала, формирование новых предпринимательских, общественных, творческих проектов и сообществ. Расскажите о своей идее, инициативе или проекте. Среда развития – это ваше будущее уже сегодня. Что нужно, чтобы молодежь развивала свои бизнес-проекты? Нужно для этого большое желание, и я считаю, что у каждого человека есть свои возможности, и если он захочет, он все сделает и разовьет свое дело в любом случае. А слышали вы что-то о проекте «Среда развития»? Слышала, но не углублялась в эту тему. Как вы считаете, что нужно сейчас молодежи, чтобы развивать свои бизнес-проекты? Заниматься саморазвитием. А что нужно сегодня молодежи, чтобы продвинуть свой интересный бизнес-проект? Какие-то новые решения, новые идеи. То, что не избито сейчас, чего мало на рынке. Обязательно, чтобы были задействованы, на мой взгляд, какие-то с интернетом связаны. Потому что сейчас это настолько актуально. Сейчас вся молодежь в интернете, все дети в интернете. И я думаю, что это будет самое актуальное – продвигать все через интернет, чтобы это были новые идеи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова